Всем привет! Совсем недавно в Казахстане поменялся министр МВД. Но от этого полиция лучше не стала. По крайней мере простой народ этого не видит. И мы вообще не совсем понимаем, почему это происходит. Типа, место злодея свободно, давайте его займем другим. Но вот видимо и поэтому толку от этого нет. Мы уже целую неделю говорим о том, что те люди, которые призваны охранять закон и порядок, сами его нарушают. Совсем недавно, действуя в интересах своего доверителя, я обратился в управление полиции района Сараарка с заявлением. Сделал это через базу ЕРДР. Публичный сектор единого реестра досудебных расследований. Кстати, ребята, вот подскажите, почему на этом фоне я здесь разглядел здание Генеральной прокуратуры. Ох уж эта трехзвенная модель. Так вот, заявление зарегистрировали, присвоили номер КУИ. И как вы уже знаете, в течение 24 часов по закону сотрудник полиции должен принять процессуальное решение. Но что сделали у меня? Они мой материал КУИ приобщили к другому материалу КУИ. То есть, если говорить простым языком, я написал заявление по факту хищения денежных средств. И вместо того, чтобы принять меры, мое заявление подшили к другому материалу по факту обнаружения мужчины. То есть, заявление было приложено к материалу, который совершенно не имеет никакого отношения к моему факту. Вот, что попало. И вот поэтому мне кажется, что в полиции наступила какая-то деградация. Они вообще уже не различают преступления. То есть, если раньше они тупили как бы специально, то сейчас, мне кажется, они уже тупят не специально. Когда после этого мне позвонили подписчики и сообщили об этом, я как бы сразу и не поверил. Обратился в управление комитета по правовой статистике. И вот какой интересный ответ они мне прислали. Согласно сведениям информационной системы по письменному заявлению Рахим Галиева, 16 августа 2022 года управление полиции по району Сарарка был зарегистрирован материал в КУИ. Регистрирует Исабаев. 18 числа, то есть через два дня, по этому материалу было принято другое решение о приобщении данного КУИ к другому КУИ. Здесь вот указана фабула. То Ломбард Пегас Евразия просит принять меры и привлечь к уголовной ответственности гражданку Кушикпаеву, которая 10 марта 2021 года тайно похитила денежные средства в размере 14 миллионов тенге, причинив такой вот существенный ущерб. Фабула КУИ, к которым приобщили мое заявление, звучит примерно так. 15 августа 2022 года в 19 часов 9 минут возле магазина Мирас на земле лежит неустановленное лицо в нетрезвом состоянии. Данные сведения сформированы из базы данных информационной системы ЕРДР по состоянию на 31 августа 2022 года. Ну, что сказать, отсюда вот мои выводы. Если в управлении полицией взяли бабки за то, чтобы отмазать человека от ответственности, то вы примерно будете получать вот такие вот абсурдные решения. И они не будут даже мотивированы, потому что никто не хочет шевелить даже пальцем. И вообще за последнее время мы столкнулись с такими нарушениями, как фальсификация, бездействие и вот в данном случае халатность. В этой связи вот у меня формировается резонный вопрос к министру МВД. Пожалуйста, проведите служебное расследование. Отреагируйте на вот этот вот произвол. Аналогичные нарекания у нас есть еще и по департаменту полиции города Алматы. Но мы пока не будем о них говорить, потому что еще не получили подтверждающих фактов. Но пусть они и не подтвердятся. Но я считаю, что если сотрудники полиции будут нарушать закон, и это будет обретать системный характер, то простой народ не будет хвалить министра за его работу. Сегодня своими материалами мы делаем историю. И не хотим, чтобы нарушения со старого Казахстана плавненько перекочевывали в новый Казахстан. Есть нарушения? Пожалуйста, мы об этом говорим, озвучим. Принимайте решение.